Вставай Доброе утро, Казахстан. Это утреннее шоу «Будильники». Женька Таранова. Серж, посетив уже здесь. Я уже заговариваю, Жень. Точнее, уже мы только начали вести пробу, а что будет, значит, в конце со мной. Доброе-доброе утро. Пусть лучики солнышко поцелуют вас за нас. Жень, с головой все в порядке? Да, я просыпаюсь с утренними лучами солнца, подпечения птиц. Ты сегодня медитировала? Я медитировала. Нет, ты знаешь, я сегодня проснулась, между прочим, и еще и потренировалась. Ну, если ты проснулась, Жень, это большое достижение сегодня. Это большое достижение, понимаешь? Сегодня с тобой будем говорить о чем? Сегодня мы будем говорить, не знаю о чем. Мы придумаем. Да, мы придумаем и скажем во второй студии вместе с гостем. А пока мы думаем, предлагаю проснуться под хорошую музычку, если вы еще валяете в своих постельках и подтягиваетесь. Доброе-доброе утро, наши дорогие и любимые. Жень, а почему ты так заторможила? Я не знаю. Мне кажется, уже должна проснуться была. Ну, я проснулась, понимаешь? Доброе утро тебе. Доброе утро тебе. Сегодня у нас в гостях замечательные гости. Я вот всегда представляю, представляю, теперь это право передаю сережке позитивно. У нас в гостях нас. Наш коллега, да? Прирожденный вегетарианец. Да, если бы и так было, то это было бы хорошо. Ну и артист. Наверное. Не наверное, а точно. А можно назвать основатель группы Гильдия? Нет, нельзя, потому что я был не основателем, я пришел уже в существующий коллектив под этим названием. Тогда участник. Участник. Все, все верно, доброе утро тебе. Утро началось отлично. Каждое утро начинается отлично. С хорошей музыки? Или с хорошей мыслеформы? С интернетом. С интернетом. Ты же помедитировал в интернете? Нет, я прочитал, короче, сообщения, которые ждал, всю ночь, но не дождался. Получил, послушал, и мне понравилось то, что мне прислали. Это была музыка. Ну ты домой. Мой новый альбом, да. Я сейчас работаю с разными диджеями, битмейкерами, которые присылают мне свои варианты. Я их оцениваю и вот выбираю. Вот то, что сегодня я услышал утром, мне очень понравилось. То есть утро твое началось с музыки? Да. С хорошей музыки. В общем, это очень печально. А почему же? Потому что Инстаграм признан, как бы, даже наукой, по-моему, подождите, не наукой, а Инстаграм признан самым депрессивным приложением. Депрессивным? Почему? Психологи бьют тревогу, так сказать. Ты прав, нас, потому что вот мы с Женей сейчас это на себе ощутили, вот он как сказал депрессивное приложение, у меня сразу лампочка включилась, потому что, когда мы с Женей смотрим картинки, я думаю, в Инстаграме, кто-то там отдыхает, кто-то там отдыхает. Я пишу, Женя, у меня депрессия. Потому что мы работаем, мы не можем так, понимаешь, съездить в этот момент. Создается впечатление, что люди живут только так. На самом деле там люди такие же одинаковые и так же думают про нас. И это все-таки на вот этих человеческих, ложных, вот этих эгоистических каких-то механизмах. Построено все это, да? И кто-то за ниточки так и дергает. Поэтому все-таки Женя, отказываемся от Инстаграма. Поэтому все выходим, отписываемся друг друга и все, закрываем напрочь эту программу. Но порцию музыки ты сегодня с утра получил, я предлагаю прямо сейчас нашим телезрителям получить хорошую порцию лучшей музыки. Вот все-таки порцию ты дала музыке и видеоклипов нашим казахстанцам. Я надеюсь, и настроение хорошего мы порцию тоже дали. Да, но все-таки сегодня мы будем опять болтать уже, какой наш эфир, о звездном баттле, где участвовал Нас. Нас, вот скажи, как твои роллы называются? Ну, мои роллы называются вот... Вот можешь показать, да? Вот сюда, да. Извините. Вегетарианский беспредел. Ты сам придумал название? Ну, название придумалось само. Ага. Просто я постарался сделать вегетарианский суши, но так как я являюсь... Вот это был, по-моему, понедельник, что ли, и я был рукожопом 80-го уровня, так сказать, и они получились немножечко... То есть рис, он вышел за пределы... За пределы разумного, да? Да, за пределы разумного. Вот это водоросли, разумных водорослей. За разумных водорослей. Получился как бы вегетарианский, но беспредел. Ну, беспредел. А вот скажи, пожалуйста, вкусно получилось? Ты сам пробовал? Суши мне очень нравится. Я, так сказать, поклонник японской кухни. Ой, круто. Замечательно. Ну, а сам ты дома когда-нибудь готовил суши? Да. Я очень часто готовлю почти, практически, например, три раза в неделю готовлю мисо-суп. Ого. Вот. На основе сои там получается. И, ну, суши не так часто, чаще покупаю или заказываю. А вот что мисо-суп приготовить, что туда нужно? Каждый сможет его приготовить? Готовится очень легко. Там просто есть специфические вот эти вот ингредиенты. Ингредиенты, да? Да. Это водоросли. Ну, там кто-то хочет грибы. Основа это, конечно, мисо-масса. Она продается вот в любом корейском магазинчике. Мисо-масса, она недорогая. Потом покупается тофу, тоже там же все покупается, нарезается, вода варится, как бы, это все бросается. И все. И все. И вот эта мисо-масса, она дает вот эту вот наваристость, там уже все внутри есть. В общем, мисо-суп очень низкокалорийный. Вот я хотел спросить, кстати. Да. Вот говорят, суши, вот мы поговорили, да, буквально-таки вчера шеф-поваром, говорят, суши, что очень-очень-очень калорийный, хотя я считала это диетической едой. А нет, оказывается. Так рис, рис наверняка же, ну, очень калорийный. Больше никого, видимо, рис-то не рискокалорийный. А я уплетаю, понимаете. Так полтора миллиарда, сколько, я не знаю, точное количество индусов живут на рисе, ну, и им хватает, не знаю, чашечек. Вот большинству, например, тем, кто победнее, они чашкой риса удовольствуются, не знаю, в день-два. Но при всем при этом они же не полные, большинство индусов. Ну, да, потому что если ты бы кушал чашку рис в день или в два, и был бы где-нибудь в трущобах Индии, ты бы тоже был бы, наверное... Не совсем большим. Но, понимаешь, он и так не совсем большим. Значит, он живет в трущобах в Индии. Да, на самом деле. Так, ну, все-таки ты рассчитываешь на свою победу? Я верю, я верю в ваш разум. Да, в ваш разум, пусть победит не убийство. Именно сегодня каждый желающий может вот этот беспредел попробовать абсолютно бесплатно. Никто, никто, ни одна рыба не умерла. Вот, вот. Ой-ой-ой. Никто не пострадал. Да, никто не пострадал, это очень. Да, друзья, приходите в суши-бар «Фишка», который находится на Абая Тулебаева, и отведайте бесплатно эти суши. Ну, а если вам уж очень-очень понравилось, заходите на наш сайт www.muzon.tv и голосуйте, потому что кто-то из нас, может быть, нас, может быть, я, может быть, Сережа, отправимся в далекие теплые страны. Если поедешь, ой, точнее, выиграешь путевку, с кем поедешь? С женой, конечно. С женой. Да, она давно-давно уже просит меня куда-нибудь отвезти, я обещал на Новый год куда-нибудь отвозить. Если получится здесь, то это будет, конечно, выгодно. Настоящей семье. Здорово. Ну, а выгодно и хорошо у нас получится сейчас посмотреть клип на лучшем музыкальном. Да, Сережка. Начали нам сказать. Начали, начали, посмотрели. Нас, скажи, где путешествовал уже? Во Вьетнаме был, я знаю, да? Во Вьетнаме, да, я ездил с Малетой, это мои были работодатели на тот момент, они попросили написать статью о традициях, обычаях в Вьетнаме. Как тебе они? Очень, даже ничего. Очень впечатлило, потому что Вьетнам покоряет сердце с первого раза. Вот что такого, ты въехал в страну и сразу тебе показалось необычным? Во-первых, Вьетнам, он идеальный для курортов, идеальная для курортов страна. Она длинная, вот такая вот, если вы посмотрите по карте, и вдоль Южно-Китайского моря. Вот, и куда бы ты ни пришел, везде пляж. Просто где-то на севере холоднее, погодка на юге, там вообще жара. Да, народ очень добрый, такой мудрый. У него было очень много войн по его истории, там куча разных войн. И при этом этот маленький народ, он выжил, не погиб и победил. И еще и добрым оказался, понимаешь? Американцев он вытурил. Китайцы лезли, тоже как бы дали отворот-поворот, даже монголы лезли туда тоже. По-моему, Кубилай шел, и ничего у него не получилось абсолютно. Японцы там, Вьетнам сейчас, так сказать, рулит. Ну, а Вьетнам развитая страна? Или все-таки нет? Ну, я бы сказал, что она развивается только. И для Казахстана это как бы рынок, ну, вот это направление, оно еще в новинку. Поэтому нужно будет чаще ездить, помогать им выстраивать свою инфраструктуру, они нуждаются в этом. Вот. И просто у многих он уже ассоциируется с войной, вот с Сайгони, как бы, и никак не с курортом. Ну, а вот ты любишь суши, ты в Японии был? В Японии не был, но хотел бы. Хотел бы? Ну, собираешься, да? Ну, я надеюсь, что на своем веку побываю в Японии обязательно. Кто знает, может быть, ты выиграешь, действительно, поедешь в Японию лепить суши, на что мне мало верится. Теперь давай перейдем к твоему творчеству, наверное. Что у тебя сейчас? Вот сегодня ты нам рассказал какую-то немоверную вещь, ты хочешь называться каким-то клоуном. Ну, я не хочу называться, мне придется называться, потому что я долго копался в себе, вот мне уже очень много, как бы, десятков лет, ну, немного по меркам, конечно. Пенсионерство, вот. Но все-таки я понял, что мне никуда не деться от какого-то шутовства в моем характере. Вот. Я не могу просто так обсуждать какую-то тему. Когда я прихожу домой к жене, я всегда приукрашу, например, какую-то историю. Ты не можешь рассказать. Но сегодня я был в гостях, и мне было хорошо. Это мне кажется так скучно. Это я с детства все это делаю, и родственники поэтому так вот. А, наземь, наземь, ну, что он сейчас еще расскажет. Вот. И поэтому, наверное, мне это помогает писать статьи, песни, рассказы, сценарии. То есть с фантазией тебе все в порядке? Наверное, да. Она как-то возникает вспышками. Просто бывает проблема, что она мне потом не нравится через минут пять. Уже не нравится. Например, раз что-то я вдохновился, все-все классно, классно, через минут пять подумал с другой позиции, уже не нравится. И я ее тушу куда-то бессознательно, я кидаю, и она там лежит. Но какой-то небольшой опыт оттуда все-таки мне помогает в дальнейшем как бы строить. Я не знаю, как это объяснить, это очень сложно, но на самом деле очень легко. Да. Так в итоге... Допутал нас вообще. В итоге кем тебе нужно будет называться? Я придумал название для своего сольного проекта «Гипно-клаун». Гипно-клаун. Гипно-клаун. Это как бы в переводе, ну, не в переводе, это сокращенно, можно сказать, гипнотический клоун. Вот, потому что я, по сути, наверное, ну, все артисты, наверное, по сути... Клоуны. Клоуны, да. Ну, хорошо, клоуны-то ладно, а почему гипнотический клоун? Гипнотический? Ну, наверное, потому что я сейчас выбрал в моем сольном альбоме, который сейчас будет выходить, манеру исполнения, она все-таки будет напоминать немножечко трансовые всякие... Мантеры какие-нибудь. Ну, и не без этого, да. Ну, а слова будут в этих песнях или просто звуки? Конечно, будут слова, и мне кажется, что восприниматься эти слова будут лучше, передаваясь вот таким вот путем. Именно через вот такие вот вибрации какие-то особенные. Ты будешь читать или петь? Ну, где-то с элементами, я просто... Медведь, наверное, мне наступил на ухо, так сказать, вот, и... Единственный артист, кто в этом признается, понимаешь? Ну, да, и что, я косячу, бывает вообще по полной, и просто иногда даже, когда времени нет, то это записывается, и потом выдается, хотя можно было бы отточить лучше, просто времени нет на это, и бывает, и попадают потом, попадаются косяки такие. Здесь я постараюсь, конечно, без этих косяков, но будет все-таки больше рэпчика с элементами, наверное, каких-то пропеваний, на которые я способен. Ну что ж, рэпчик. Давайте все-таки клип посмотрим. Сейчас посмотрим клип, а позже вернемся. Друзья, ну а мы продолжаем. Нас все-таки. Тебе понравилось-то лепить суши эти? Как ты думаешь, получилось у тебя, не получилось? Что для тебя было самым тяжелым и страшным? Вообще, мне нравится готовить. Так. Но есть одна проблема, почему я редко готовлю, например, дома, а чаще жена. Я очень мусорю много. То есть, на кухне происходит бардак. Когда вкусно получается, жена говорит, что вкусно, и многим другим, отцу моему нравится, например, как я готовлю. Но всегда там остается какая-то кожура, которую мне лень убирать уже просто, и все. Ты все силы, понимаешь, отдаешь на свое кулинарное искусство. А в комнате бардак у тебя? Нет, у меня очень... Если бы я был холостой, был бы, да, бардак. Но я, так как я женат, у меня у супруги есть очень отличная черта, это чистоплотность. И она следит, и у нас в доме... И дядя, дядя. Всегда порядок. Ну, а как ты готовишь, мы узнаем прямо сейчас, потому что ты именно у нас в программе будешь делать эти самые суши. Как это еще что называется? Вегетарианский беспредел, друзья. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы приготовим ролл, вашу часть. И выберите карточку, и мы узнаем, какие ингредиенты будут входить в ваш ролл. Ну, хорошо. Я это сделаю прямо сейчас. Ваш ролл вегетарианский. Ох, какой, господи. В него будет входить японский майонез, лист салата, авокадо, огурец, перец светофор, кунжут. Мне кажется, это отличный выбор, потому что я вегетарианец. Ну что, Назим, приступим к нашему роллу. Давайте. Для нашего ролла понадобится рисовая бумага, огурцы, авокадо, перец светофор, лист салата, рис, кунжут. Приступаем к приготовлению ролла. Хорошо. Берем рисовую бумагу. Я повторяю за вами. И обильно смачиваем ее водой. Теперь выкладываем рис. Рис используем весь. Берем верхнюю часть макисы, накрываем, как будто чуть-чуть выдвигаем. Придавливаем и сдвигаем вверх, вперед. Все. Попадаем в наши ингредиенты. И салата. Я думаю, что наши роллы получатся самыми... Может быть, мой ролл получится не самым красивым, но зато самым добрым. Ну да, самый низкокалорийный, скажем так. Ну, самый добрый, потому что никто не умер, когда мы делали. Логично. Все. Заворачиваем наш ролл. Берем большими пальцами под низ макисой. А четырьмя... Макисой, что-то не сажается. А четырьмя придерживаем наши ингредиенты, чтобы они не вывалились. Вот наш ролл готов. Можем приступить к нарезке и оформлению. Хорошо. Нарезаем ролл пополам. Обрезаем, торцуем края. Можно его обратно составить, поправить, чтобы он опять принял треугольную форму. Затем наш ролл удаливается в кунжуте. Каждый кусочек. Теперь переходим к оформлению наших роллов. Да я уже оформил. Красивее некуда. Берем рис салата. Точнее, салат-микс. Помидорка черри разрезается по вдоль на четыре части. Берем соус. Фасаби. И имбирь. Затем готов. Да. Затем сюда. Поменяемся. Давайте поменялись. Ага, давайте вот. Давайте вот этот снимайте. Хорошо. Ну как получилось, так получилось. Ну я думаю, по вкусу это все не на то. Ты можешь пить, ты можешь пить. Потянулся, а потом понимаешь, убирает, думает, а вдруг не разрешим. Я такое не пью. Мы же безборова в жизни. Ну и как тебе все-таки видео? Как, как, я всегда, я всегда себе не нравлюсь, ну вот как я выгляжу, всегда не нравлюсь. Меня бесит мой голос. Мне всегда хочется извиниться перед теми людьми, с кем я когда-либо, короче, разговаривал. Слушай, мне кажется, вот у каждого, да, вот кто слышит или видит себя, не воспринимает себя, потому что говорит, мама дорогая, это что? Ну, например, мне кажется, Женя говорит, это ты сам уже себе придумал, но мне кажется, всегда, когда я фотографируюсь, у меня лицо как у свиньи, она огромная, это так, я не знаю, ваша камера там увеличивает, на самом деле нет. На самом деле, у тебя действительно лицо как у свиньи? Камера прибавляет 6 килограмм примерно, вот так вот, визуально. Камера прибавляет 6 килограмм, понимаешь, чтобы вот в нормальном весе нам быть, да, с тобой там не надо до, я не знаю, до 46 там похудеть, грубо говоря, да, чтобы не быть такой вот, сидеть нормально. Ну, все-таки давайте поговорим о конкурсе, то что сегодня вы можете, друзья, прийти в суши-бар Фишка и отведать этот замечательный ролл, вегетарианский беспредел. Совершенно бесплатно, от НАЗА, все очень вкусно получилось, поэтому приверженность здорового питания и вегетарианства, welcome. Да и не только, не только, не только, все-все-все-все-все, кто хочет просто попробовать вкусные суши, которые не убивали рыбу. Суши-бар Фишка находится на Абая Тулебаева, кстати, в центре, и очень удобно. Ну, а на www.muzon.tv можно голосовать только в субботу, в воскресенье. Ну, что ж, на, спасибо тебе большое, что этим утром ты и побыл с нами, что такие вкусные нам суши приготовил. Вот третья твоя камера, ты можешь прямо сейчас что-нибудь сказать. Да, во-первых, конечно, еще раз повторите, голосуйте за вегетарианский беспредел. Я хочу поехать куда-нибудь в теплые скраны. И доброе утро. Желаю наидобрейшего утра всем людям. Правильно, здорово. Правильно, наидобрейшего вам утра. Не только людям, всем-всем живым существам, кто способен просыпаться. И муравьи, и мошки, и все, кто смотрит на датый момент. Особенно мошки, друзья, просыпайтесь. Некоторые мошки, не, простите, некоторые мошки рождаются утром, умирают вечером. Но вот они родились только, проснулись, прожили и умирали. Они только проснулись, посмотрели будильники и все-таки, ну, все, пора, понимаете. А нам пора прерваться на рекламную, хотела сказать, паузу. Я как Якубович. Крутите барабан. Вот поговорили мы, как все-таки возобновляются группы. Вдруг они... Нужен какой-то перерыв, знаешь, для того, чтобы тебя забыли. И потом опять с новыми силами взяться за это все. Ну, ты как считаешь, в одну реку дважды можно все-таки входить? Ты знаешь, я все-таки считаю нет. Потому что если ты взялся... Женька поставила крест на группе. Если ты взялся все-таки за какое-то дело, нужно доводить это до конца. А не бросать на полпути, потом обратно захотеть. И давайте, давайте, давайте все изобрести. Мам, а мы тоже входим в одну реку дважды, Жень. Ну, понимаешь, в бизнесе все не так. Кстати, про реку-то двойную. Где можно хорошие свишочки приобрести? Где, Жень? Где? Шоп, нижнее подчеркивание, румы, конечно. А ВКонтакте мы Таранова and Serge Room. Поэтому заходите к нам, у нас очень много всего интересного. Да. Все, друзья, мы с вами прощаемся, потому что час наш пролетел. Надеюсь, каждого мы разбудили. Ну, или хотя бы попытались это сделать. Внесли немножечко позитива в сегодняшний день. И вы, Серж, позитив, что-то хотел сказать? Я хотел просто попрощаться, потому что с вами мы уже встретимся завтра в это же самое время, на этом же самом месте. А вы не переключайтесь, оставайтесь на лучшем музыкальном, потому что только здесь самые отличные клипы и самые лучшие рейкинговые проекты. Пока! Вставай, вставай, с первыми лучами вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, вставай, вставай. Мир ты для меня открывай, с дыханием природы вставай, вставай. Вставай, вставай, с первыми лучами вставай, вставай. Целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай.